Почти 8 утра. Барнаульцы выходят из дома и начинается самое интересное. Каждый выбирает, как ему быстро добраться до работы. Хотя слово «быстро» в ближайшие годы ремонта моста может выйти из употребления. Как лучше добираться из точки А в точку Б, решили узнай два барнаульца и организовали челлендж. Не двое, а трое участников. Трофим, Егор и Алексей. Этим утром проверяют, кто быстрее – автомобилисты или велосипедисты. Приз – завтрак в кофейне. Я всегда езжу на автомобиле, мне на велике неудобно. Мы на велике, в принципе, катаемся постоянно. Кто первый приедет? Велосипедисты первые приедут, если будут гнать. Ну, либо так же приедем. Пожелали удачи, пожали руки и тут же заминка. Женщина попросила парней подкрутить корзинку на велосипеде. Почему велосипед, а не автобус, например? Потому что у нас в поселке очень плохо ходит транспорт. Актуальность челленджа растет на глазах. Стартуем в 7.45. Трофим говорит, что с ремонтом моста стоит весь город и днем, и вечером. Он на привычный путь тратит вдвое больше времени. Вот и стало интересно, кому в этих условиях проще. Договорились, что едем в центр. Куда едем в центр? Ну, давай до ЦУМа. Едут все на работу в центр. Они вот сейчас куда вот едут все? Вот куда? Я еду просто до ЦУМа. Вот они куда? Они, наверное, на работу едут. Мы обычно ездим по дорогам, потому что по тротуарам, во-первых, запрещено правилами ПДД, во-вторых, это просто неудобно, учитывая то, какие у нас съезды и заезды, и то, что там ходят пешеходы. Правила соблюдаем, переходим только на зеленый. К слову, наши велосипедисты бывалые. Скорость высока, как и неустрашимость перед авто. Вот такие моменты очень неприятные, когда узко, и рядом бетонное ограждение. Опасность-то одна, вот она, пожалуйста. Соблюдение правил дорожного движения, быть внимательным, не отвлекаться на камеру. Для четырех колес опасно, когда кто-то пытается вклиниться на их полосу, например, с выделенки. А еще братья по дороге часто не признают других. У нас город вообще не видит велосипедистов. Раньше байкеры на это жаловали. Что ж, мы не гнали, но первыми добрались до финала. Вот это неожиданность. Ну-ка подними подмышки, гнал быстро. Мешали скорее где-то места, где узкая обочина совсем. То есть приходилось на тротуар заехать, где-то вот так вот объехать. Не хватает, конечно, велодорожек выделенных. 25 минут получилось. Ну, смотри, в прошлый раз ты за 22 доехал. Представляете, от Попова до ЦУМа за 25 минут. Привычно ли так ездить на работу? Для меня да, но я работаю недалеко от дома, относительно. Два с половиной километра. В центр я бы подумал, ездить или нет. Добавим, что нам в машине повезло не застать сильную пробку. А велосипедисты – спортивные парни. В первый свой челлендж пару недель назад они взяли победу. Сейчас же лидерство за авто. В нашей редакции шутят, что теперь нужен третий раунд. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.